Да, размер холста имеет значение, самый идеальный вариант, конечно, я считаю, это большой формат, но это не с первого раза. Я уже говорила, что лучше начинать с небольшого, среднего размера холста для того, чтобы разогнаться, скажем так. А вот уже, допустим, идет у вас, как бы ознакомились с красками, со свойством краски, ну, буквально, вот я даже скажу, вторая, третья работа можно чуть-чуть увеличивать размер холста, но в чем преимущество большого холста, когда вы, например, пройдете эти уровни, сильно на них тоже зависать не надо на маленьких холстах, потому, что вырабатывается такое узкое мышление и нет размаха такого творческого. Большой холст дает большое пространство, это, знаете, как стартовая площадка для ракеты. вы можете, во-первых, написать там много чего сказать, как говорится, во-вторых, цвет красок, чудесный цвет масляных красок, он больше раскрывается, вот эти все нюансы. потом не требуется такого отточенного мастерства для того, чтобы что-то написать такое крутое. В общем, грубо говоря, на большом холсте, даже если вы напишете какую-нибудь несложную вещь, ну, скажем так, ну, незамысловатую, оно будет смотреться все равно круто. Вот как вот на фильме «1 плюс 1» клятся и все. Поэтому большой холст, он, конечно, дает широкий формат. Это круто смотрится, картина круто смотрится на большом холсте, но для начала брать средний, вот так я скажу. Но для особо смелых можно начать с большого.